видимо знатная тут битва разразилась как будто тут в общем сражались брэдли леопарды и все что вы знаете короче брэдли леопарды мx и 10 колесные танки знаете о таком можно только мечтать знаете пострелять из такого или сделать обзор это наверное нам не светит я кстати вижу тут останки 1 бэшечки раскиданы в разные части и знаете что это я чуть не упал это слегка проживевшие копье да так и называется pg-9 а это кстати о г-9 осколочный припас для пушки гром который копеечка в общем высаживать не знаете я тут ходил и думал если я остаюсь после боя например на высоте а внизу на меня в общем начинают нападать какие-то там черти могу ли я сделать что-нибудь в стиле спасти рядового райана боекомплект заканчивается ты пехотинец один в поле воин так сказать у тебя только гранаты и несколько вот таких вот копий можно ли метать копия с высоты во врага наступающего и таким образом обороняться и даже возможно одержать победу ну или в конце концов ладно вашу бэху развалило понятное дело копеечку может быть ведь такое что ваш спг отказал пьезо элемент шварк и закончился или по нему осколочек попал припасы есть а вы спг-шник в общем сегодня рубрика в стиле древних майя древних русов ладно давай поехали лёх ты чё загрустил то вокруг шум пусть так не кипишуй это каста а чё панцирь что ли вы прикинь бы из панциря жахнуть да да ладно лёх не накручивай себя да я не накручиваю все нормально фада москва легкие спросили не петь знаешь что я тебе хочу ответить это это братишка вообще-то хорошо что наши российские отечественные компании начали изобретать наушники с хорошим шумодавом и я не слышу все что мне кричат в ответ потому что я хочу рассказать про линейку наушников все джиподс от тюменской компании кейсгуру и знаешь что что вообще-то кейсгуру в общем четыре года конкурирует с apple и у нас они опережают airpods и по динамике роста пользовательского интереса и все преимущества что вы слышите все это время это не выдумка и маркетологов ведь у си джиподс ее действительно самый большой динамик в мире 10 миллиметров у наушников антропометрическая выверенная форма наушники не жмут и не давят и не выпадает в отличие от большинства остальных линейка си джиподс пополнилась новинкой алюр в пяти цветах и с микрофоном с активным шумодавом который отсекает лишние звуки выбор наушников очень приличный это и си джиподс и икс самым прочным кейсом в мире держит нагрузку кстати в 220 килограмм плюс наушники обладают влагозащиты а у си джиподс air pro микрофон такой же какой у apple с кристальным объемным звуком и при всем при этом наши си джиподс четыре раза дешевле яблок в общем покупайте наушники по честной приводит цене от производителя без переплат сканируйте qr-код на экране или переходите по ссылке в описании там тебя ждет промокод калибр 2306 на скидку 200 рублей ну ладно я погнал короче у меня тут есть пара незаконченных делишек итак мы имеем сегодня два боеприпаса под названием копива и чем они отличаются давайте посмотрим этот навес тяжелее потому что это осколочный боеприпас это кумулятивный боеприпас у них у обоих есть взрыватели у одного вот так выглядит у второго вот так в общем разницы как как бы никакой да но дальше идут уже кое-какие подробности есть стабилизационные сопла потому что этот огашка он тяжелее потому что там осколки и у него есть стартовый заряд у них у обоих есть стартовый заряд но только у кумулятива у кумыса так сказать есть реактивный движок а у осколка его нет разница в общем колоссальная в общем-то как и разрушительная сила кумулятив пробивает промывает струю в бронетехнике или в камнях или где бы то ни было а осколочек для поражения живой силы и в общем то если в бэху прилетит ее тоже конечно же продырявит так как я хочу справиться с задачей если я толком не знаю и технических характеристик а мне не надо я ведь и спг-шник например и так далее что будет если я просто сдерну колпачок я его сдернул вот он эти он такой маленькие так сказать сладенький я не знаю будет ли он стабилизироваться потому что если его буду кидать например как там не знаю как ударять биты или еще что-то ударится ли он именно им или не ударится это конечно вопрос и сдетонирует ли если не сдетонирует то у меня есть автомат калашников которым я попытаюсь сделать следующее но это дальше враг поднимается снизу я тут с копьем короче уже естественно без пимпочки без этой и кидать я буду вот так моя задача попасть в один из камней возможно продать и произойдет детонация хотя в общем предусматривая конструкция она ведь могла взорваться в любой момент значит я думаю что этого скорее всего не произойдет но с чем командант и не шутит я еще только не шутил уже может это оторвать штуку или нет это о г-9 осколочный боеприпас для пушки гром копеечки в общем бмп и сейчас я попытаюсь его бросить носиком если он сдетонирует это будет хорошее устройство для того чтобы мочить врагов а сейчас прямо сейчас я разбегусь немножечко и сделаю это походу ни хрена смотрите носик то все-таки помялся кто-то скажет да ты безумен что держишь его но давайте еще разочек бросим вот точек короче ни хрена думаю с кумысом будет примерно то же самое кумыс это значит кумулятив если кто не знает давайте делаем следующее я думаю что если осколочек взорвется вот на таком расстоянии я буду стрелять отсюда то мне будет скорее всего звездец поэтому я возьму кумыс кумулятив и буду стрелять по кумысу по его капсулю а потом постреляя по взрывателю кумулятивный боеприпас лежит здесь капсуль детонатор у него совсем маленький я буду стрелять где-то метров с 50 вон из этого маленького холма вон видишь короче посередине этого телекона грубо говоря и посмотрим что будет можно ли сдетонировать снаряд пушки гром пг-9 готова хоп-хоп передернул работаем но сам боеприпас не сработал работал только порох и так посмотрим те же оу так ага значит опытным путем мы выяснили что в капсуль таки можно попасть ударил чуть-чуть носиком зачем-то смотрите видите я попадал несколько раз достаточно близко один раз сантиметре попал и в конечном счете все-таки попал в капсуль и что случилось да ничего ровным счетом то есть порох просто выгорел и учитывая что он не находился в створе пушки гром дальше он не полетел ничего с ним не случилось так и хочется шандарахнуть вот сюда разочек так а что если осколочный боеприпас в общем по идее выглядит вот так и здесь у него есть порох он идет отдельно то есть такой отдельный заряжается вот в таких вот он тубусах идет их нужно распаковывать для этого дергаем за веревочку и пошло и поехал открываем вот наш порох этот стать и сырой достаточно сырой порох воспламеняется но ракета никуда не летит у меня есть один промокший порох и один нормальный внизу полчища идущих на меня врагов и делаем мы ровно следующее я бросаю вниз вот этот порох и пытаясь по нему попасть посмотрим что будет а юрами так то есть я правильно понимаю можно разжечь костер таким образом ну-ка ну-ка ни хрена нормально ну то есть так точно можно распалить не вообще можно во первых подпалить что-то что там движется а во-вторых видишь фугасного здесь такое какое было так что это хорошо порох внутри выглядит как такая лапша доширак и она в общем в разные стороны разлетелось а вот тут в сзади видите такая мембранка не знаю какое это имеет значение но в общем попадал я все-таки она как будто сдетонировала знаете не просто подожглась как прошлый раз а в этот раз нас детонировал то есть это вы можете точно использовать чтобы скажем так увеличить ущерб для атакующих но есть еще одна идея и пойдемте ка я вам расскажу о ней но есть еще одна идея я полагаю что этот взрыватель вот этот вот самый взрыватель можно открутить и я его сейчас попробую открутить для этого мне вот так кстати делать не надо это была плохая идея берем разводной ключ пробуем открутить вот эту детальку поддалась так выкручиваем взрыватель что если у вас есть pg-9 из пушки гром и у вас есть граната например rgn ручная граната наступательная у нее есть удз ударно-дистанционный запал и знаете это как будто было предначертано или кто-то из инженеров уже это предусмотрел посмотрите на эту резьбу она ведь идеально подходит к этому удз ну почти я сейчас пойду на горочку выдерну чеку и метну ее как копье это будет весело смотри мы подумали короче а что если скрутить и оставить не хренастья граната бля это вообще тема слушай это как примитив боулин блин это вообще супер идея так готово так смотрите эта история не сработала то есть она просто в перде стоит попробовать с ргм конечно он длиннее да потому что видите там внутри как устроено вот мы эту сейчас херню скрутим вот смотри что там произошло внутри так я взял еще один кумыс накрутил и оставил полностью всю боевую часть и движок и все короче вот и сейчас я сделаю то же самое попробую бросить ее полностью так ну чё теперь я бросаю это как собственно как копье как и хотел изначально пути назад уже нет ребятушки ну чё ну чё ну чё это было нахуй я тоже не вижу Так Здрасте, здрасте, здрасте Здрасте Почему-то я слышал два взрыва Там что-то дымится, кстати Так, идея пока несостоятельная Но ведь это все, что мы делали, мы делали с кумысом А будет ли то же самое с осколком? Ведь там внутри другой взрыватель И уже все может быть иначе Вот сейчас и посмотрим Итак, мы выяснили, что в переднюю часть засовывать УДЗ Хоть она идеально подходит под резьбу, нет никакого смысла Так что, если мы засунем ее вот сюда, например? Будет ли какой-то резон? Или тоже ни хрена Скотч Спирт Я, короче, думаю, знаешь, что сейчас попробовать? Она же у нас не детонировала от УДАРа А что, если мы сейчас прямо вверх подбросим ее? Обратного пути уже нет Они готовы? Они готовы? Какие можно использовать части амулятивного боеприпаса или осколочного боеприпаса из пушки ГРОМ? Используя гранату и запал под гранатой В общем, эта ручная граната наступательная Она, видите, без ребрышков фактически Я ее примотаю вот так Видите, подходит, по-моему, идеально И заброшу эту балбишку туда А вот что, интересно произойдет Забавную вещицу мы тут придумали УДЗ Накручивая на гранату Которая, в общем-то, прикручена к ПГ-9 Ее, во всяком случае, маршевому двигателю И реактивному движку И порох вот тут Короче, я не знаю, как это сработает Но Эту баклажку я сейчас закину вон туда Взрыв точно будет Но каким будет этот взрыв? Вот это интересно Готовы? Погналю Фейерболт Бля, тема Фейерболт Фейерболт Нормально Нормально Фу Засунем две гранаты Два запала даже Не гранату, а запал Потому что граната, мне кажется, здесь не нужна Сама по себе Да, вы все правильно поняли На десертик должно быть что-то очень мощное Бум-бада-бум Короче, как в пятом элементе Здесь есть все Здесь есть кумулятивный боеприпас Здесь есть реактивный движок И порох внутри Еще два пороха здесь И, конечно же, здесь есть Секретный ингредиент Вот он УДЗ Давай Давай, блядь Это все? Блядь В сегодняшнем эксперименте Я выяснил одну очень простую вещь Пластик Из которого сделана эта граната Очень напоминает Точнее, этот УДЗ Очень напоминает воск Видите? Вот она потрескалась Полностью И это вообще крайне ненадежный УДЗ Так что я рекомендую УЗРГМ Что я хочу сделать? Видите? Ничего не взорвалось, скорее всего Потому что порох отсырел И сейчас я брошу туда Попробую скатить гранату Вот эту Капец, она буквально В руках рассыпается, прикинь? Ну да В прямом смысле, вон, видишь Рассыпается Так, я бросаю вниз Скатываю, как бы Может быть, порох, который внизу Загорится Давай Рассыпался просто Запал Просто рассыпался Давай тащи новый Задача прежняя Если этот не развалится То наша задача Подпалить порох И чтобы оно сдетонировало Вообще ничего Я полагаю, что не получится Знаешь, почему? Потому что он Когда первый раз ударяется Он думает, что ты его просто скатил Блин, она встала Вон, сори Вот из такого пластика Как раз и сделаны Эти УДЗ Видите, я его разрываю Он буквально как Этот Короче Как воск Реально Они вот здесь внутри Крепятся Вот они Короче У него есть предохранительный механизм Если ты ее случайно уронишь Она у тебя под ногами Не взорвется Поэтому нужно ему Чтобы какое-то время Он был в полете Are you ready? Опять не взорвется Они вообще не работают Две гранаты неразорванных Лежит Потому что УДЗ Со временем Приходят в неугодность Кумыс один Второй А, так здесь Четыре граната лежат Вон, видишь Еще И вон А вот этот Вот, смотри О, смотри Кумулятивная воронка Смотри, как выглядит Ноги ничего не кидать сверху Если вам нравятся Такие эксперименты Пишите в комментах И мы обязательно Что-нибудь этакое Вытворим еще раз Увидимся Субтитры сделал DimaTorzok